В Туркестанской области за два дня зарегистрировали более ста нарушений карантинного режима. В основном это нахождение в общественных местах, игнорирование правил передвижения через блокпосты и празднование мероприятий. Все нарушители привлечены к административной ответственности. О ситуации в регионе расскажет мой коллега Рауль Габитов. Он на прямой связи со студией. Рауль, приветствую. Ждем подробностей. Марат, приветствую. С введением карантина появилось множество ограничений и новых правил. Например, на территории больниц Туркестанской области устанавливают дезинфекционные тоннели. Они оборудованы распылителем со специальным раствором. Механизм срабатывает автоматически благодаря датчику движения. Теперь проходить через такие кабины будут обязаны все, как пациенты, так и медработники. Всего в больницах региона подготовлено 200 коек. Больных коронавирусом готов принимать и провизорный госпиталь, рассчитанный на 610 мест. Палаты изолированы от обычных пациентов и оснащены всем необходимым оборудованием. Меры санитарной безопасности на территории региона максимально усилены. В одном только Туркестане действует 33 блокпоста. Они развернуты на центральных улицах города. Полицейские работают круглые сутки и пропускают только по специальным справкам. Между тем, некоторые жители ограничения игнорируют. Накануне в ЖТСайском районе во время рейда сотрудники полиции остановили бесцельно двигавшийся автомобиль. Однако водитель среагировал агрессивно и дал по газам, сбив трех полицейских. Полицейские получили различные травмы. Им была оказана медицинская помощь. А в течение получаса стражи порядка задержали подозреваемого. Водитель, местный житель по результатам экспертизы оказалось, что он находился в средней степени опьянения в состоянии и в состоянии наркотического опьянения. В данное время он водворен в изолятор временного содержания. В отношении него проводится досудебное расследование сразу по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это неповиновение представителям власти и оказание сопротивления представителям власти. На борьбу с коронавирусом в Туркестане привлекли около 300 военнослужащих. Часть из них участники спецсборов из числа добровольцев. До окончания карантина они будут работать на блокпостах и участвовать в дезинфекции города. Это вся информация, которая у меня есть. Марат. Спасибо. Ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Туркестанской области рассказал наш корреспондент Рауль Габитов.